Запись. Ошибку я нашла. Глупая ошибка. Надо было указать вот такие скобочки. Итак, продолжим. Мы здесь выделили под этот массив именно 10 ячеек в памяти. Размера инки. Далее мы используем пятый. Четвертый сделаем. Тоже его инициализируем. Четвертый у нас будет уже не 10, а 20. Мы выделяем 20 ячейки в памяти. Следующий инициализируем массив пятый. Сделаем еще один пятый массив. Но в него мы уже введем данные. Итак, чтобы не набирать, Ctrl-V, пятый. И вводим в него данные. Итак, точка 1, 8, 8, 8, 4. Введем еще один массив. Будет шестой массив. По нему мы тоже определим 10 ячеек. Нет. нет. Итак. Вот смотрите, присваиваем второму элементу значение 14. Оно будет выглядеть таким вот образом. Так как мы его уже объявили, объявили и мы просто сделаем вот так. По второму индексу, который у нас идет, мы присваиваем число 14. месяц. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он предложил показать, что у нас изначально здесь был 0 Смотрим дальше Вот оно приблизительно выглядит таким образом Следующий пример длина массива мы с вами рассмотрим Ну опять же, все это будет понятно уже на самих примерах Здесь мы создали 6 массивов В одном мы определили длину массива, в другом мы не определили длину массива И в пятом, пятый массив мы задали сразу переменные И здесь мы считаем, как от 0, 1, 2, 3, 4 Вот таким вот образом Следующий у нас с вами будет пример Следующий пример мы рассмотрим на длину массива Наша задача узнать размер массива с помощью определенного метода Метод будет Lens у нас Мы его также рассматривали в одном из примеров В одном из уроков мы уже рассматривали этот метод Данный метод позволяет определить размерность массива Lens Итак Создадим массив У нас он будет с плавающими точками А значит будем использовать добыль И так Задаем данные Так как у нас W Это значит с плавающей точкой Итак Мы задали массив Не забываем ставить точку с запятой И переходим На вывод элемента массива Через наш Систем Out Printing Printing И в нем мы сейчас введем И в нем мы сейчас в первом нашем массиве Вот который мы ввели В первом нашем массиве Пробел не забываем Потому что он его так же напечатает Ну для читаемости И что мы сделаем Мы делаем плюс То есть мы Не просто хотим вывести Не просто хотим вывести Строку Количество элементов А также Вывести Подсчет Подсчет Количеств Элементов В самом массиве Что он нам предлагает Кстати Тут можно посмотреть Кэш-код Клстрин Лэнс Вот это нам нужно Итак Также Проверяем Что он нам сохранит Запускаем Количество элементов В массиве Вот в этом У нас 5 штук Что мы можем 1, 2, 3, 4, 5 Он нам подсчитал И вывел А через запятую Можно Такую переменную А в Вот в этом System of println Это не сработает Вот Когда мы объявили Первый массив My arm Здесь Идет Плавающая точка Нужно не перепутать Запятая Вот такая Она будет Везде Она это Запятая Это везде запятая А когда Мы хотим Там 2, 3 Ввести Мы должны Ставить Не запятую А точку А здесь Мы Даже если Мы вот так Вот Идем Оно Не сработает Пока Будет Показывать Ошутки Не знаю Попыталась Объяснить Ничего Надеюсь Понятно Еще вопросы По этому Есть? Сейчас Мы С помощью Lens Вот Этому Подсчитали Количество Наших Переменных В массиве В заданном Массиве Итак Посмотрим Еще Теперь Я хочу Показать Как Вот Массивы Элемента Стринг То есть Слова Итак Объявляем Переменную Стринг Массив Массива 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 Здесь мы используем тоже запятую. Здесь точка с запятой. Теперь мы должны вывести самый сиф. Вот этот. Сифтамат принт.лм. Я его скопирую. Ставлю. Тут точка с запятой, чтобы не забыть сказок. Так. И присваиваем ему следующее значение. Сифтамат принт.лм. Второй. Точка. И опять он нам предлагает лэнс. Итак. Сохраняем. Запускаем нашу программу. И смотрим. Во втором он посчитал. Четыре. Один, два, три, четыре. К примеру. Все опять же к примеру. Так. Смотрим следующую задачу. Просмотрим с вами. А, ну, вопросы по этой задаче есть? Да? Слушаю. Типа стринг выдает ошибку. Ну. Стринг это символы, слова, буквы. Если у нас int, int это цифры. Три, десять, двести, тысяча, к примеру. А что за экофор? Он будет перечислять позиции или значение позиции. Позиции будет перечислять. И так. То есть, если вы объявите стринг и введете цифры, он покажет ошибку. И наоборот. Если вы введете int и объявите символы, буквы, слова, то он тоже покажет ошибку. Ну, если я правильно поняла ваш вопрос. Еще вопросы есть? Если я неправильно поняла ваш вопрос, то повторите еще раз. Все правильно. Окей. Смотрим теперь, рассмотрим максимальный элемент массива. Итак, мы с вами объявим еще несколько массива. То есть, double my и и еще банк мы можем перечислить 18 и 19 и Итак, у нас есть переменные максимум. Итак, этой переменной мы сейчас создадим. Мы присвоим также дабл-значение. Дабл, потому что у нас есть плавающая точка. Наша переменная мы ищем максимальное значение. Дабл, потому что у нас есть плавающая точка. Он нам предлагает, если мы все делаем правильно, он нам и помогает. Теперь мы должны перебрать все элементы этого массива. MyArmy, который мы... Ну да, то есть, не обязательно вот это изначально значить. Нет, не обязательно. Итак, для этого будем использовать цикл for. Итак, чтобы перебрать все значения элемента массива, мы используем for. В нем у нас переменный у и будет, которое равно нуля. То есть, изначально мы от нуля должны рассчитывать. И оно должно быть больше у. И операция будет у нас постоянно увеличиваться на один. Таким образом, мы пройдем в поисках нужной перемены. С помощью вот этой МАРС, метода МАРЧ, также в одном из занятий, в одном из занятий было уже, я скидывала список, он присваивает максимальное значение. Уже путем выбора наибольшего из двух значений. Будет каждая сверять и потом выбирать. Вводим нашу... Match. Max. И в нем мы в этом перемене смотрим наше максимальное, минимальное значение. Выбираем сначала. Потом вводим сам мыси, в котором нужно это все перебирать. и наше внутреннее значение этого массива, как мы его уже задали, от нуля. И после цикла фор мы должны вывести на экран. Стоимость. Стоимость. Все устанавливаем. Да. Два. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...